Вебинар 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 есть стрелки, то нам надо будет разворачивать панель полностью. Вот так вот, с помощью стрелочек слева от названия. Некоторые нюансы, некоторые моменты давайте посмотрим в этой конкретной панели и потихоньку пойдем дальше, более сложную ситуацию рассмотрим. Выбираю заливку, выбираю обводку. Пусть будет обводка толщиной где-то 10 пунктов. И смотрим опции этой обводки. Что нам здесь уже знакомо? Строг, вейд, толщина. Что касается кап, концы. Есть такое понятие. У обводок, не замкнутых, кривых, есть концы. Концы по умолчанию срезанными могут быть, скругленными и квадратными, когда узе попадает вовнутрь. Срезанные, скругленные и квадратные концы. Также здесь на этой панели есть такая функция, как кернер, углы. Если у ваших обводок есть углы, то можно задать не только острый режим, но и скругленный режим и срезанный режим. Обратите внимание на поле лимит, ограничение. Ограничение чего и когда это поле становится активным. Когда я выбираю острые углы, это поле лимит активно и по умолчанию 10 единиц. Поле с скругленным или со срезанным углами становится пассивным. В чем дело? На самом деле, очень редко могут появиться такие ситуации, но нам надо быть ко всему готовым. Смотрите, набираю, допустим, какое-то слово, в какой-то момент решаю, что мне понадобится и заливка, и обводка, и, пожалуйста, какие-то разнообразные шрифты выбираю, ну и к тому же обводку потолще делаю, и вдруг вижу вот такие вот выступы. Вот такие выступы. Они появляются у острого угла, у этого режима. Я могу сейчас избавиться от этих выступов с помощью скругленных обводок или срезанных, но меняется внешний вид всей обводки по всему фрагменту. Если не хочется выбрать скругленные или срезанные режимы, то вы можете оставить острый режим, угловой режим, но ограничить появление этих выступов в поле лимит 3-4 единицы и Enter. То есть те же угловые обводки остались, но уже без лишних выступов, без лишних каких-либо таких нюансов. Дальше. Что касается выравнивания, line stroke, выравнивания обводки, по умолчанию во всех графических программах выравнивание по центру, последнее слово to center, по центру, то есть толщина обводки, 10 пунктов, делится ровно пополам, 5 пунктов от под, от контура базового, выходит наружу, остальные 5 пунктов от под попадает вовнутрь, на заливку. Это по центру выравнивания вполне очень часто нас устраивает. Но есть также выравнивание inside, когда мы хотим, чтобы вся толщина обводки попадала вовнутрь от основной, от базовой линии, от базового контура под. Вся толщина попала на заливку. И наоборот, если нам не хочется, чтобы обводка своей толщиной закрывала заливку, мы можем выбрать выравнивание outside, наружу. То есть от под, от базового контура, вся толщина обводки выходит наружу, на заливку ничего не попадает. Эти функции выравнивания работают с замкнутыми кривыми. С не замкнутыми кривыми это не работает. Имейте в виду, пожалуйста, кнопочки неактивные. Также с текстом это не работает, к сожалению, хотя очень часто хочется что-то с текстом тоже делать, очень хочется разнообразной заливки, обводки задавать, и чтобы обводка, например, не закрывала заливку, чтобы она выходила наружу, outside. Как быть, если с живым текстом это не работает? Просто текст выделить инструментом selection, рамку внешнюю выделить инструментом selection, и в меню type, текст, выбрать команду create outlines, преобразовать в кривые, shift, ctrl, o, преобразовать в кривые. И текст, преобразованный в кривые, это уже не текст, это уже свободная кривая, замкнутая кривая, уже абсолютно спокойно работает с этими кнопочками выравнивания. Пожалуйста, сейчас я вышла наружу, outside, и моя обводка уже не закрывает эту заливку. Вот такие нюансы по именно выравниванию. Далее, команда dashed line, пунктирная линия, достаточно ее включить, и ваша выделенная обводка становится пунктирной. По умолчанию всегда в иллюстраторе, когда мы включаем эту галочку dashed line, получается dash, сам штрих с толщиной 12 пунктов, и gap, расстояние примерно столько же, но расстояние здесь физически отсутствует. Мы можем эти значения менять, естественно. Штрих, сам штрих имеет толщину 35 пунктов, пожалуй, вот такой штрих уже у нас, еще раз, 35 пунктов, и расстояние между ними 45, допустим. Иллюстратор позволяет несколько штрихов добавлять для одной кривой. Второй штрих имеет толщину 15 пунктов, и расстояние, допустим, 10. Второй штрих, он поменьше. И третий штрих, два пункта, расстояние 5. То есть у одной кривой несколько штрихов, все это можно редактировать. Если второй и третий штрихи вас не устраивают, вы делитом просто их удаляете. Нет ничего лишнего, все убрали, все удалили, просто клавиши делит. Кстати, эти штрихи тоже имеют свои концы. Cap, концы. Они по умолчанию всегда срезанные, то есть узелки выходят на край. Вы их можете делать также скругленными или квадратными. Почти уже готовая иллюстрация всего-навсего с одним вот штрихом. Один штрих и, пожалуйста, такая готовая иллюстрация. Одна линия и один штрих. Далее, очень важный нюанс, так как я хочу в следующей линии нарисовать новую линию и нарисовать наконечники, показать наконечники arrow hits для начала и для концевой точки. Но у иллюстратора есть потрясающая память, очень сильная память. Иллюстратор впредь будет рисовать со всеми последними настройками. Со всеми последними настройками. Как быть, чтобы нарисовать линию по умолчанию, обычную черную тонкую. Здесь, к сожалению, нет, как в некоторых панелях, восстановления панели, поэтому убрать сразу одним кликом все эти установки можно щелчком по черно-белым маленьким квадратикам или клавишей D на клавиатуре. Все, одним щелчком я убрала все дополнительные установки, сделанные мною для предыдущей линии. D или просто щелчок по маленьким черно-белым квадратикам. Беру карандаш, рисую снизу вверх, обращаю на это ваше внимание, задам любую толщину. И смотрите, наконечники для стартовой точки, где я начала рисование, и для концевой точки, где я уже завершила. У каждого наконечника свой скейл, свой масштаб. Наконечники полностью зависят от толщины линии, но также они могут иметь свой масштаб. Для начальной точки я выбираю 30% масштаб, для концевой точки я выбираю 70% масштаб. И еще наконечники по умолчанию попадают вовнутрь пат, вовнутрь базового контура. Вы их можете чуть ниже выровнять снаружи, за пределами вот этого базового контура. Внутри и за пределами. Все это возможно. И, конечно, есть несколько профилей. Для этих обводок вы просто выбираете нужный профиль, чтобы была не везде одинаковая толщина. Не очень красиво это смотрится, не очень интересно. А чтобы вы поиграли немножко с толщиной этих обводок. Пока это знакомство с панелью строк, которое мы будем развивать очень-очень подробно. Пока я нажму паузу, делайте, работайте, и чуть позже продолжим. Ну что ж, продолжаем. Смотрите. Очень часто хочется... Я сейчас новую страничку добавлю. Очень часто хочется редактировать с помощью Direct Selection Tool, с помощью добавления-удаления узлов, один только контур. Но чтобы у этого контура было несколько интересных обводок. Допустим, такая ситуация. Рисую окружность. Пусть будет такая обводка у нас. Потолще сделаю. Также копирую. Первое, что приходит в голову, чтобы несколько обводок получить. Копирую и вставляю на передний план. Ctrl-C, Ctrl-F. И у следующей обводки я выбираю другую толщину и другой цвет. Потом, когда возникает желание редактировать с помощью Direct Selection Tool узлы, я могу выделять узлы и у розовой, и у оранжевой обводок. Пожалуйста, одновременно. Даже могу преобразовать режим. Но я не смогу сразу у двух обводок регулировать управляющие узлы. Получается, что я регулирую управляющие узлы только переднего плана обводки. Только так, к сожалению. Как нам быть? Что нам делать, чтобы у нас была такая возможность, такая сложная форма обводка, чтобы было... Или обводки, несколько обводок, но чтобы контур, под, был один-единственный. Давайте напишем. Панель, Eperis, Оформление. Shift, F6, клавиатурная комбинация. Панель, Eperis, Оформление. Пожалуйста. На этой панели мы всегда видим всю историю объектов, скажем так. Пожалуйста. И также на этой панели мы можем добавить еще обводку к этому контуру. Path, он один. Здесь же оранжевая обводка толщиной 12 пунктов, Dashed, с пунктиром. И отсутствие заливки. Я могу даже это аккуратненько убрать. Добавить новую обводку к одному и тому же контуру можно через меню панели Appearance, Add New Stroke. Добавить новую обводку. Добавить новую обводку. Она, как правило, копирует уже существующую обводку, но мы можем это менять. Цвет, толщину, пожалуйста. Даже если я сделаю сейчас щелчок по строк, щелчок по слову строк этой второй обводки, то я могу также менять некоторые опции. Допустим, не хочу такой штрих, а вот такой хочется делать. Пожалуйста, вот такие штрихи. То есть абсолютно отдельные обводки. Здесь оранжевая, здесь красная. Одна толщина, другая толщина. Одни штрихи, другие. И у нас, в любом случае, это у одного контура. И в этом случае я возьму Direct Selection Tool и абсолютно спокойно, хочется форму сердечка получать, пожалуйста, я с помощью Direct Selection Tool могу все, что угодно уже рисовать. Это один контур и несколько обводок. Вот такие возможности. И, зная о таких возможностях, я уже подготовила материалы для вас, и у всех есть доступ к личному кабинету. Обводка называется. Вот смотрите, какие сложные, интересные комбинации мы можем выполнить через панель Appearance, через панель оформления. Все пошаговое описание здесь есть. Почему бы и нет? Можно и нужно все это делать. Я сделаю на отдельной странице шаг за шагом. Нижняя линия, чуть-чуть отодвину, чтобы рядышком было. Нижняя, самая нижняя линия черного цвета толщиной 18 пунктов. Я все уже выполняю через панель Appearance. Add New Stroke. Добавляю еще одну обводку. У второй обводки она над первой. Белый цвет и толщина 16 пунктов. И штрихи присутствуют. Чтобы штрихи задавать, щелчок по слову строк. Штрих имеет толщину 1 пункт и интервал между штрихами 2 пункта. Увеличу немножко масштаб, чтобы было лучше видно. Еще раз. Add New Stroke. Еще раз добавляем обводочку. Третья обводка, снизу вверх, такое движение у нас идет. Имеет черный цвет, толщину 14 пунктов. И обратите внимание, никаких штрихов. Обязательно мы заходим в меню Stroke, в панель Stroke и отключаем галочку Dash Line. Нет никаких штрихов здесь. И, наконец, четвертая. Четвертая обводочка. Еще раз Add New Stroke. Любая серая заливка, любой серый цвет, толщина 12 пунктов, и штрихи уже, и интервалы присутствуют. Штрих 20 пунктов, и интервал 10. 4 обводки о одной кривой. Значит, вы можете редактировать эту кривую как вам хочется, как вам нравится. Через управляющие узлы, через обычные узлы. Все очень хорошо будет слушаться вас. Попробуйте, пожалуйста. Попробуйте все это делать на своем компьютере. Ну что ж, а как мы можем из такой иллюстрации, пусть это будет фотопленка, или будет вот такая железная дорога. Получить кисть. Ведь кисточками мы можем свободно рисовать без добавления каждый раз новых обводов. Пусть будет эта кисть, скорее всего, Pattern Brush, узорчатая кисть, как в русскоязычном иллюстраторе. Давайте поговорим об этом. Чтобы у нас получилась кисть, мы эти шаги проходим с прямым сегментом, на прямом сегменте. Прямой сегмент строго по горизонтали. Это значит, мы рисуем прямой сегмент при нажатой Shift. Снизу вверх идет такое движение. Первая линия 18 пунктов. Add New Stroke, вторая линия, имеет белую обводку, толщина 16 пунктов. И штрихи, как написано. Еще одна линия добавляет, то есть еще одна обводка добавляется, это черная обводка толщиной 14 пунктов Best Dash Line. И последняя обводка, такая серенькая, 12 пунктов, и уже есть штрихи и расстояние между ними. Пожалуйста, вот так вот. И вот этот прямой сегмент, если я сейчас попробую из него получить кисть, к сожалению, ничего хорошего не выйдет. Смотрите, пожалуйста, Neo Brush, Pattern Brush и даже любой другой режим, к сожалению, не подходит, потому что я беру кисть, беру этот образец, созданный мною, и рисую. Вот что получается. К сожалению, не всегда работает вот такое прямое создание кисточки. Я это удалю, и есть такие очень важные нюансы. Это получается сложная комбинация, то есть четыре обводки у одного контура. Мы бы эту сложную комбинацию разобрали сначала. То есть прежде чем преобразовать этот сегмент с четырьмя обводками в кисть, надо Object, Expand the Patterns, разобрать оформление, разобрать оформление, и затем еще раз Object и просто разобрать, потому что там есть очень много обводок, очень много заливок. Все это разобрать и просто сохранять в группе, пусть будет эта группа. Сначала Expand the Patterns, затем Expand. Окей, все заливки, обводки отделяем, чтобы не было ничего такого сложного, что помешает работать с кисточкой. И уже с такой группой, даже не надо разгруппировать абсолютно ни к чему, я уже работаю, создаю Pattern Brush, пока так оставлю, и уже рисую кисточкой именно такой Pattern Brush. Именно уже такой. Абсолютно любые ленточки вы можете также применять к каким-то готовым базовым кривым, а все это работает. Еще кое-что связано с кисточками. Обводку я хочу задать, такую бордовую здесь. У этой линии пусть будет обводка зеленая, а у этой линии пусть будет обводка оранжевая или коралловая такая. Как нам увидеть эти обводки, разные-разные у этих линий. В опциях кисточки двойной щелчок по образцу обязательно включаем Colorization Method Tint. Tint. Оттенок обводки. Colorization Method Tint. Оттенок обводки. Кто работает на планшете, конечно, прижарное сжатие и нужную толщину. Tint, пожалуйста. Apply. Применить. Вот такие разнообразные ленточки мы получаем. Попробуйте. Все то же самое с прямым сегментом можно делать для железной дороги. Первая нижняя обводка черная. Черная. 15 пунктов. Добавляем еще обводку. Она белая. 13 пунктов. Здесь попроще уже. Еще одну обводку добавляем. Черная. 20 пунктов. И уже присутствуют штрихи. Толщина штриха 3 пункта. Расстояние 5. И вот этот сегмент обязательно мы должны разобрать. Оформление этого сегмента. Затем просто разобрать. Expand. И из этой иллюстрации уже получать pattern brush. Пожалуйста. Тоже сразу можно включить Tint, если есть желание оттенки добавлять. И просто кисточкой выбранным цветом можно пройтись. Пожалуйста. Все работает очень и очень интересно. Немножко на углах, в угловых таких моментах не очень хорошо работает, не очень красиво получается. Но в остальных случаях очень даже. Пожалуйста. Разные оттенки. Разные обводочки. Когда мы хотим создавать кисточки разнообразные, мы иной раз наивно берем градиентную заливку, допустим, любую градиентную заливку, и стараемся из градиента получить кисть new brush и любой режим, даже pattern или art brush, художественная кисть. И увы, и увы, получается вот такое окно диалоговое, которое предупреждает о том, что элементы должны быть строго однородной заливки. Я недословно перевод делаю, но содержит что-то, из чего нельзя получать кисть. То есть кисть мы получаем строго из однородных заливок. Ну, хотя бы. Пожалуйста. Из однородных заливок там даже проблем быть не может. Пожалуйста. Это такая кисточка, которая очень-очень здорово рисуется. Как же быть, чтобы создать эффект вот такой градиентной кисти? Хитрость. Давайте посмотрим, как можно это делать. Еще одну страничку добавлю. И градиентная кисть. Немножко странный заголовок, но все же, как это делать? Мы должны нарисовать обычный, простой, небольшой прямоугольник, вот такой вертикальный, и применить градиент, какой нам хочется, какой нам нравится. Без обводки, здесь обводка ни к чему. Панель градиент позволит редактировать должным образом. Пожалуйста, я боковые черные маркеры сдублирую. При нажатой Alt беру и дублирую этот боковой маркер. И задаю угол поворота 90 градусов. Вот из такого градиента я хочу получить дальнейшую кисть. Но знаю, что процесс не пойдет, пока это живой градиент. Как же нам быть? Все та же команда разобрать. Уже без Expand the Patterns, здесь уже ничего сложного по контурам нет. Здесь просто разобрать эту комбинацию. И когда я выбираю Object Expand разобрать, спрашивает, а вот градиент на сколько объектов разобьется? 255 здорово, хорошо, очень интересно смотрится, но многовато. С этим значением очень рекомендую поэкспериментировать. 200, а то и 170, 170, 150. Поэкспериментируйте чуть позже. Окей, пока разбираюсь с такой вот частотой. Это уже просто стопка объектов. Просто уже обычная стопка объектов. Из этой стопки увеличу очень сильно масштаб, чтобы вам было видно. Это просто множество объектов из однородных заливок. Это уже не градиент. Обратите внимание, о чем говорит моя панель Appearance? Это группа. Вот так было контур с градиентной заливкой, а сейчас после Эксперимент это просто группа. И из этой группы я получаю Pattern Brush. Ага, там еще кое-что осталось. Обратите внимание, после Эксперимент там остается такая маска обрезки. Можно через правый клик Ungroup разгруппировать и еще раз через правый клик отменить маску обрезки. Она тоже немножко помешает нам создать кисть. Release Clipping Mask отменить маску обрезки. Это очень важный шаг. С маской обрезки увы, не работает. Все. Все. Остальное уже как есть оставляем. Еще раз создать кисть. Pattern Brush. Окей. И уже безо всяких проблем. Абсолютно. И эту кисть я могу этой кисточкой что-то там нарисовать. Пожалуйста. Очень тяжело. Идет все-таки 100... 255 шагов многовато. На самом деле выхти думает, переваривает такое количество объектов, но работает в любом случае. Или применять каким-то уже базовым объектом. Пожалуйста. Базовый объект выделен. Вы просто делаете клик по этой кисточке. Вот такие интересные возможности. Любой толщину вы выбираете. Вы можете задать, как всегда, обводка разнообразной оттенки. Красная обводка у окружности, такая зеленая обводка у этой незамкнутой кривой. И внутри опции кисточки включить тинц оттенки. Двойной клик по этому образцу и колоризейшн метод тинц добавить оттенки выбранных обводок. Тинц или тинц шейд. Но тинц и шейд там тень очень резкая добавляется, не всегда это красиво смотрится. Поэтому тинц применить к тому, что уже у нас есть под рукой. и вот так, к сожалению, огромное количество объектов у нас под рукой. Поэтому рекомендую, когда вы упрощаете, когда вы делаете экспресс, все-таки выбирать чуть меньше объектов. Чуть меньше объектов. Попробуйте, потому что очень уж много. 250. 255 даже. Ну смотрите, с чем мы столкнулись, что с маской обрезки кисть не работает. А что если у нас растровое изображение имидж, мы импортировали файл плейс, растровое изображение и хотим из фрагментика получить кисть из любого фрагмента. Как нам быть? Во-первых, растровое изображение надо трассировать, трассировка. Хотя бы 16 цветов, даже я не запускаю специальную панель для трассировки. Растровое изображение. Image Trace 16 цветов. Будет сейчас такой небыстрый процесс трассировки, так как из растровых пикселей получаются векторные кривые. Они сначала сглаживаются, будет сейчас команда Smoothing, затем Fitting, заполняются цветами эти кривые, затем уже разбиваются на нужное количество оттенков и узлов. Вот это результат трассировки. Результат трассировки обязательно там же на панели опции Expand разобрать, иначе нам очень неудобно будет работать. Expand разобрать. Вон такая уже группа огромная получается. И дальше, так как мы знаем, что маска обрезки с кисточками не дружит, мы с этой маской обрезки не будем работать. Мы с помощью обычного объекта, я сейчас возьму какой-то фрагмент, какой-нибудь фрагментик сейчас возьму вот такой, мы с помощью обычного прямоугольника выделим и прямоугольник, и все, нижнейшая, сделаем простейшую обрезку через панель Pathfinder формирования Shift-Control-F9. Простейшая обрезка, не маска обрезки со своими контейнерами сложными, что с кисточками конфликтует, а самая простая обрезка. Pathfinder четвертая кнопочка, обрезка. Думает, тоже пыхтит, там я даже не стала удалять какие-то лишние детали, сейчас все, все, все удалит и оставит только вот этот фрагментик. Вот это уже простая группа, из этой простой группы я спокойно получаю Pattern Brush, пожалуйста. Тоже нарисую Ellipse, тоже применю эту кисть, я уж не говорю о том, что я могу еще обводку добавить, Add New Stroke, но не из этой панели добавлю, нет, это уже не пойдет, а добавлю для второй обводки вот отсюда, вот из панели Brushes вот эту градиентную кисть. Она очень-очень тяжелая, к сожалению, но вот что же нам делось, давайте я эту возьму, здесь поменьше объектов. Вот так вот, то есть две обводки, но они не из панели выбранной, нет, они выбраны из панели Brushes. И вот этой обводке можно задать, знаете, вот Opacity, если открыть, допустим, какой-нибудь режим наложения, Multiply, например, затемнение. можно задать немножко поменьше размер, 0,25, еще, еще меньше, 0,5. Вот такая интересная выпуклость, как будто появляется. То есть, это одна окружность, нижняя обводка Pattern, вторая тоже Pattern, но я уже выбрала именно градиент. То есть, такая простая обрезка, но не маска обрезки великолепно с кисточками дружек не комплектует. Попробуйте, пожалуйста. Можно любую фотографию импортировать.